Спустился в цоколь. Зачеканенный будущий межквартирный коридор. Выходы вент-канала. Страшно даже идти. Странно здесь очень тихо. Друзья, мы с вами на стройплощадке. Видите вот это? Это влага, друзья. Ну, что-то не дай бог здесь застрять. Установили на специальном креплении. Какой здесь есть нюанс? Ну, здесь, конечно, видно косяки. Есть ли здесь вообще охрана? Есть аптека, что палки воткнули. Есть ли здесь какой-то запах? Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Сегодня мы с вами находимся в деревне Янина, где возводится голландский квартал Янила. И речь сегодня пойдет, как вы правильно поняли, именно о нем. Проект данного квартала разработала голландская архитектурная компания, которая, кстати, также разработала проект жилого комплекса Golden City. Которая находится на намывных территориях Васильевского острова. Застройщиком голландского квартала является общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик LST Development с уставным капиталом более 311 миллионов рублей. Но у меня, друзья, это вызывает только доверие. Проект интересен своими фасадами зданий, входными группами и дворовой территорией, а также планировочными решениями. Дома панельные. С панельными перекрытиями. С высотой от 5 до 14 этажей. Квартиры застройщиком представлены от студии до 4-комнатных квартир. Я взял квартирографию с данных домов и строящихся домов, и у меня, друзья, получили следующие результаты. Студии и однокомнатные квартиры занимают чуть более 58% от общего числа квартир. Двухкомнатных квартир чуть более 32%, трехкомнатных квартир более 9%, а четырехкомнатные квартиры занимают всего лишь 0,10% от общего фонда жилья. А цены на квартиры стартуют Янила Драйв от 4 687 068 рублей. Янила Кантри от 5 68 638 рублей. И Янила Кантри Клаб от 4 962 084 рублей. А квартиру можно приобрести как в черновой отделке, так и в чистовой отделке, выбрав один из вариантов отделки от застройщиков, и даже можно внести свои корректировки. К примеру, хотите больше количества розеток или выключатель перенести на какую-нибудь другую стену. Если вы в поиске квартиры для жизни, вам нужна в этом помощь, обращайтесь. Напомню, у меня свое агентство о недвижимости. Я работаю честно и открыто. Примерно в двух километрах от комплекса находится механизированный завод по переработке мусора. Вот я сейчас здесь нахожусь, запаха я пока не чувствую. Но постараюсь поговорить с жильцами и спросить у них, есть ли здесь какой-то запах. Где-то около 10 километров находится ближайшая станция метро Ладожская, до которой без пробок ехать на автомобиле около 20 минут. Про школы, детские сады и места в них я уже рассказал в своем видео про жилой комплекс Ясно-Янина. Для тех, кто еще не посмотрел, и кому интересна информация про соцобъекты, оставлю ссылку в описании к этому видео. Посмотрите. И будет, кстати, очень интересно сравнить эти два комплекса, так как они находятся рядом друг с другом. По правой стороне мы с вами можем видеть как раз голландский квартал, или квартал, как правильно. А слева мы видим жилой комплекс СДС Новая Янина. Вот здесь, на вторичном рынке, квартиру, однокомнатную можно приобрести без ремонта от 4 миллионов рублей. Но, друзья, конечно, если посмотреть именно вот на этот комплекс и на Янила, я бы однозначно выбрал Янила. Я не против СДС, но мне, например, не нравится внешний вид фасадов. Мне не нравятся незакрытые монолитные перекрытия. Мне не нравятся лично вот эти дурацкие переходные широченные балконы. Ну и, соответственно, сами дворы, они очень сильно отличаются от того, что мы сейчас с вами увидим напротив. Кстати, раз я стою и нахожусь вот здесь на дороге, то здесь можно видеть остановки общественного транспорта. На первых этажах коммерция. Вот я вижу большой магазин, пятерочка. Вот здесь я, кстати, попил вкусный кофе и съел кусок вкусной пиццы. Это мне очень понравилось, потому что больше я почему-то вот этот фарифорин или фарина, как правильно называть, я почему-то вот прошелся, больше ничего не нашел, где вообще можно выпить кофе. Почему-то с этим здесь, к сожалению, есть проблемы. Во дворе жилого комплекса СДС мы видим строительство детского садика на 175 мест. Строительство должны закончить до 01.04.2022 года. Вот я здесь вижу там с десяток деревьев, две елки. Здесь я вижу, я даже не знаю, это просто какие-то палки воткнули. Есть трава и совсем небольшой кустарник. Могли бы, конечно, и посадить большие сразу нормальные деревья. Но они, конечно, стоят дороже, поэтому здесь все понятно. Здесь мы видим на фасаде навесное оборудование, называемый вентилируемый фасад. Смотрится красиво. Элементов крепления, называемых кляймеров, мы здесь не видим. Достаточно все ярко. Здесь видно какие-то, видите, влага попадает, начинает раздувать. Держится на заклепках. Пластиковые какие-то панели. Такой специфический материал. Мы, кстати, пройдем с вами вот туда дальше. Там есть дома, в которых вот-вот начнут выдавать ключи. Также видим детский садик. Кстати, здесь будут и детские сады, и детский сад, и школа. Но я все равно понимаю, что того количества мест, которые будут в этих учреждениях, его, соответственно, все равно будет не хватать. Класс энергоэффективности всех зданий Б. Высокий. Есть аптека, что считаю большим плюсом. Дворы все закрыты. Это большой плюс. То есть посторонним практически сюда не попасть. Входные группы в уровень с землей. При входе мы видим тамбур. Мы видим, что также в уровень с пола установлена щетка, да, большую, которую мы вытираем вот так ноги, чтобы грязь не тащить себе в квартиры. Вот здесь мне нравится, что можно, соответственно, сам доступ, где домофон, сюда можно поставить и вещи. Ну, вот видите, уже кто-то поставил, и валится стенка, конечно, это нужно ремонтировать, но сама идея достаточно интересная. Заходим. У нас еще есть коврик. Находятся почтовые ящики. Ну, вот видите, по мне, например, я невысокий. Вот сейчас переключу камеру, чтобы вам было, друзья, более понятно уровень нахождения здесь почтовых ящиков. Обратите внимание, вот я вытягиваю руку примерно на уровне своего плеча. Это, наверное, метр пятьдесят пять. Что-нибудь такое. И ящики, конечно, низковаты. То есть вот сюда приходится, знаете, нагибаться, чтобы... Я бы их повесил, честно говоря, чуть выше. На уровень роста среднего человека. Здесь мы видим стенд от управляющей компании. Управляющая компания Янила Драйв. Ну, понятно все. Ой, Янила Кантри, извините. Понимаю, что все от застройщика. Контактные телефоны. Сколько все стоит. Если я правильно посчитал, у меня получилось 34 рубля 49 копеек с каждого квадратного метра, не считая 120 рублей за обслуживание системы коллективного приема телевидения. Ну, я бы от этого отказался. Самые основные, конечно, это содержание общего имущества. 60 рублей 12 копеек. Управление многоквартирным домом. 6 рублей 25 копеек. Более 5 рублей. Это служба охраны. Посмотрим, где вообще здесь. Есть ли здесь вообще охрана. Камеры я вижу. Охрану пока не видел. Заходим. Здесь очень красиво. Смотрите, кстати, как классно сделано. Первый этаж. Выход во двор. Выход вот этот в город. И нумерация квартир. При этом здесь, если обратите внимание, видно наверху грильята. Это из металла, сделано по дереву. Смотрится достаточно стильно. Так, нам нужен лифтовой холл. Вот он. Здесь один лифт. И сразу идет лестничный марш. Мы с вами, это похоже, отис. Вызываем лифт и поедем с вами на последний этаж. 8 этажей. Здравствуйте. Ремонт делаете? Да, да. А можно зайти посмотреть? Я спросил, не знаю, не знаю. В квартире делают ремонт. Мне разрешили зайти посмотреть. Значит, смотрим. Широченные двери. Чтобы не быть голословным, я с собой взял электронную рулетку, которую мне постоянно выручают для того, чтобы все померить, измерить. 92 сантиметра. Широкая вверх. Здравствуйте. Глазок. Есть ночная задвижка. Двери смотрятся неплохо. И вот здесь не видно, чтобы их кто-то поменял. Ребята здесь уже делают ремонт. При входе мы с вами видим, что у нас небольшая прихожая. Автомат от застройщика. Автомат одни из недорогих. Производство ЕКФ. Си-63, 25-й. Си-2, Си-10, 16-й, Си-40. И еще Си-16 двойной. Все. Все группы подписаны. Вопросов нет. Основной плюс то, что выход в коридор, он из бетона. То есть сюда можно ставить нормальную дверь. И, кстати, обратите внимание, как из застройщика, вот пену даже ровненько обрезали. Минимальная. Тут вообще шпаклевка такое ощущение, что штукатурки вообще не видно. Это туалет. Вентиляция. Установили здесь инсталляцию. Ну, здесь будет, я так понимаю, душевая кабинка, скорее всего. Ну-ка, мне интересно посмотреть, какая тут высота потолка. 2,7 от плитки. Это кухня. Вот уже все подводку сделали строители. Розеточная группа под вентиляцию. Вот здесь был подоконник. Обычный бетон. Слушайте, очень все ровненько сделано с застройщика. Ну, вот здесь, конечно, видно косяки. Что вот здесь есть щель. Но при этом ничего не дует. Не чувствую, чтобы где-то что-то туло. И вот сверху можно посмотреть на остальные дома. Дома, по мне, смотрятся очень красиво. Очень привлекательно. Первое, что, например, какой здесь есть нюанс. Это есть вот такие трубы от застройщика. Они очень горячие. То есть система отопления разведена вертикально. Что, я считаю, достаточно уже устарело. Мы видим вот наверху, видите, трубы заходят в стаканы металлические. И все запенено обычной пеной, которая, конечно же, от тепла. Через какое-то время превратится просто в пыль. Понимаю, что, скорее всего, здесь строители все выровняли. Потому что стены смотрятся просто идеально ровными, красивыми. Еще один коридор и две комнаты с выходом на лоджию. На балкон. Здесь, что классно, что, обратите внимание, первое. Установлено на специальном креплении. Это плюс. Много света из-за того, что сплошно идет стекление. Так, только на открытии, на вентиляцию не работает. 1,3 метра в глубину. То есть, обычно стандарт метр 10, а метр 20 здесь на 10-20 сантиметров получается больше. Кстати, хорошо закрывается, крепко держится. Ох ты, тут два окна в помещениях. Здравствуйте еще раз. А стены вы выравнивали? Это? Да. Нет. Нет, это от застройщика уже было? Да. Слушайте, классно, как сделано-то, на удивление. А, еще не шлифовали, да? Понял, спасибо. Хорошего дня, до свидания. Да. Представляете, стены оказывается от застройщика. Слушайте, очень круто, очень ровно. Молодцы. Давайте пройдемся по этому этажу. Тут особо смотреть нечего. Нумерация квартир, недорогие звонки. Такие же звонки я часто вижу в домах бизнес-класса. Нумерация, кстати, сделана прикольно. Это похоже на кусок какого-то пластика. Но смотрится достаточно стильно. Мне нравится. И вот здесь, видите, тоже с лестницы выходишь, с того холла сразу видно, где какая квартира, на какую сторону. Датчик движения есть, чтобы свет сразу включить. То есть, молодцы. Лестничный марш. Он отмытый. Перила, кстати. Обратите внимание, что они здесь обычный черный металл. Все окрашено. Ну, смотрится хорошо. Если не ошибаюсь, аналогичные перила я видел в жилом комплексе Конти. Восьмой этаж. Давайте поднимемся на самый верх. Видите, чтобы грязь не тащить. Эх, закрыто. Вот тут какие-то такие ощущения, что подтеки были. На первом этаже, вот забыл вам показать, есть колясочная. Вот стоянка под велосипеды, коляски. И вот здесь у нас получается выход во двор. Выйдем его, внимательно посмотрим. Тоже есть тамбур. Какая-то такая хлипенькая конструкция, если честно. Смотрится неплохо, то есть идея понятна, но реализована не на очень высоком уровне, я бы сказал. Дворовая территория. Здесь горки. Вот что-то такое зелененькое, не знаю, как это правильно, папоротник или что это. Стол, где можно посидеть, отдохнуть. Освещение. Здесь, конечно, очень классно, когда не было снега, здесь камушки. Вот это, кстати, плитка есть, но по ней, знаете, не очень удобно идти, потому что когда вот сюда попадаешь, она ниже уровнем, ну как-то не очень. Но при этом, видите, здесь белый камушек, то есть вообще дворы у них смотрятся очень круто. Постараюсь найти фотографии за летний период и добавить видео, чтобы вам было лучше видно. Есть гамак, и я как раз вот помню, когда делал пост в своем инстаграме, кто еще, кстати, не подписан, обязательно подпишитесь, назвал это маленькой банавой. Потому что похожи дома, ощущение, что балконы шире. Чем есть метр тридцать, я, честно говоря, думал, что они больше. Метр тридцать это немного, но с другой стороны и немало, потому что у многих застройщиков есть намного меньше. Фасады по мне смотрятся красиво. Кое-где здесь есть такие французские балконы. Их можно просто назвать плевательницей, потому что нам даже на него, в принципе, особо-то не выйти. Сам двор. Видимо, гуляют детки, убирают снег. Ну, вопросов у меня нет. Смотрится очень красиво. То есть очень сделали все неплохо. И мягкое покрытие, и кустарники, елочки, деревья здесь большие. Ну, слушайте, очень классно. Очень молодцы здесь. Мне нравится то, что я вижу. У кого, в общем, есть собаки, для этого есть пакеты. Тут немножко подмокли. Причем тут целая куча. Это здорово. Жмем кнопку и покидаем этот двор. Постараемся пройти дальше. Так как здесь огорожено, я понимаю, что здесь еще не сдано. Надо посмотреть, как бы нам сюда, друзья, с вами пройти. На площадке поговорил с родителями. Здесь есть амбулатория, как они сказали, в первой очереди. Отсюда идти до нее минут 8, со слов жильцов. И там, в принципе, все есть для детей. То есть какие-то врачи, все, что необходимо, этого хватает. Но сказали, что когда какой-то шум, то есть шумоизоляция такая. Когда, например, никто не... Ходит спокойно, да, ничего, в принципе, не слышит. Это как соседи разговаривают. Но если что-то там происходит более шумно, то это все слышно. Вот как раз мы можем видеть эти французские балконы. Просто открыть большое окно и смотреть на фасады соседних домов. Больше тут ничего не сделать. Один из недавно сданных домов. Люди уже делают ремонт. Входная группа в уровень землей. Тут можно ноги вытереть. Здесь нумерация квартир. Почему-то первый наверху, а 12 внизу. Как-то странно. Янила Драйв, подъезд номер один. Здесь мы видим тоже тамбур, щетку. Велосипедные, колясочные. На первом этаже мы видим, что делают отделку. Белые обои, белые двери. Здравствуйте. Вон, смотрите, какие красивые. Слушайте, и фурнитура прикольная. Это же от застройщика, да? Отделка. Давайте-ка пройдем, посмотрим. Автоматически включается свет. Здесь мы видим почтовые ящики. И вот здесь они уже на порядок выше. И, соответственно, удобнее будет к ним доступ. От верхнего, соответственно, от нижнего, нежели чем в том подъезде, который я вам показывал до этого. Давайте поднимемся наверх. Один грузо-пассажирский лифт. Вот здесь, кстати, просто все обшито ОСБ. А если было бы натянута баннер, он как в том подъезде, было бы много красивее. Лифты Отис. Так, давайте-ка проверим. Ну, что-то, не дай бог, здесь застрять. Спасибо, хотя бы есть номера, куда позвоните, если ловить телефон. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не могу открывать, пожалуйста, нам лифт нужен. Что-что? Нам лифт нужен. Мы переезжаем. Переезжаете? Куда? Куда. А в квартиру? Ваша? Нет, моя вот. Мы уже переезжаем еще два часа. И как вам качество от застройщика? Ну, у нас, мы не будем ничего, у нас это нормально. Вот нам повезло. Мы молчим, а мы не делаем. Повезло? То есть кому-то здесь вообще не везет? Ну, это же жалоба. Ага. Ну, никому не везет. Вот, по-моему, соседняя полома. Это ремонт сделала, ремонт в квартиру сделала. Все, что, по-моему, это не пилит. Сделали хорошо, или ребята хорошие сделали хорошо. Ребята не очень, сделали не очень. А, ну, я понимаю, вы говорите, какая бригада здесь от застройщиков будет? Да, мы в какой квартире, да. А к вам можно зайти посмотреть? Ну, можно. Изначально ровные, а приклеили плетку неровные, как нужно. Ну, бывает. Здесь, на самом деле, у кого, кому что нужно. Кому-то нужно докопаться и не принимать, а кому-то нужно быстрее принять и переехать. Ну, сейчас я понимаю, когда ты сам будешь делать ремонт, какую-то прикладу закажешь, на какую-то есть деньги для того, чтобы тебе сделали по маякам, да, выровняли стены, а если их у тебя сейчас нет, тогда о чем разговор? На квартиру по маякам сколько мне считают 50 метров? 150 тысяч просто выровнять стены. Ну, я сейчас не готова к этому просто. Хорошо, допустим, вот вы здесь проживете там 5 лет, 7 лет, а потом будете продавать, и от этого дороже продаж, когда у тебя будут ровные стены за 150 тысяч, нет, и смысла никакого нет, я вообще не вижу в этом. Застройщик сдал нормально. Это для того, чтобы ты сам себе делал ремонт, ты закрытыми глазами красил стены и клеил обои, да, и шкафы ставил. Просто я сейчас принесла, этажерку поставила, а она там вот так вот стояла в квартире, где все ровно, идеально, да, и понятно, что полы тут не надо ставить, это название. Папа бы сейчас на лоте не ставил, ну, а совершенно не зашел. Можно ножку подпилить. Валин, да, сейчас тебя все перекрутим, сделаем. Я, конечно, сэрка не... Так, а вот здесь у вас, смотрю, не подписано. Ай-яй-яй, должны были подписать. Слушайте, ну классно то, что здесь бетон. Чтобы подписать, я должна знать, что должно быть подписано. Не, ну да, потому что здесь понятно, что где какая группа, например, если мне нужен холодильник, отключу, чтобы я все не вырубал. А, все-все подпишет. Все, не буду больше отвлекать вас. Я, все, меня подписаны. Подписаны, да? Слушайте, красиво панель сделана. Ну-ка, двери встретятся, да, когда открывать будешь? Да. Молодцы. А, за дверью. То есть надо в тематике зайти, закрыть двери, ну, так это может быть, знаете, романтика. Пока найдешь его. В чем спальненький свет, да? Ну, а вообще зачем, да? О, это вам. О, хорошая у вас стиралка. Очень тихо стирает. Спасибо. А у вас тоже все хорошо, да? Ну, мы уже все, что мы уже переделали. Вы сами или застройщик переделал? Что-то застройщик, что-то я. Понятно. 50 на 50. Там, когда приезжали, еще люка не было, у нас же воздушники стоят в последнем этаже. Люка не было. А вот что значит воздушники? Ну, потому что мы последний этаж, мы должны воздушник сгонять. А-а-а, все, я понял. Ну, про что вы? На водопроводе не было воздушник. Точнее, он был заделал. А, то есть получается на последнем этаже здесь же разводка, получается, топление вертикальное, и у вас наверху как раз стоят эти клапаны для сброса воздуха. Да. Вот он, клапан стоял, дырка даже гипроки была. А предкупо-ложивление заделали уже. Только ходили, пропили, воню. Переделывали, понятно, забыли. Ну, и розетку там неправильно. Ну, в общем, такого, я так понимаю, по мелочи, да, все, в принципе. Спасибо. О! Пожарного рукава нет. И здесь нет. Украли, наверное. Раз, два, три. Пять квартир всего лишь на площадке, это здорово. Видите, кстати, здесь тоже прикольно так все плиточкой. Красивенько сделали, 12 этаж. И давайте с вами выйдем на лестничный марш. Ступени отмыты. А здесь нет. Закрыто, но вот это влага. Как чувствовал. Видите, вот это? Это влага, друзья. И сделано, конечно, очень неаккуратно, с большим количеством мусора. Вот так вот. С высоты, конечно, 12 этажа открывается отличный вид. Большое количество леса. Янила Драйфа видна. Вот там справа, видите, обзор на канале, посмотрите. По маршу спускаемся на 11 этаж. А вот эти забрала, как я их называю, белого цвета смотрятся неплохо. Здесь они тоже есть. Но сделаны достаточно неаккуратно. Вот если бы прошлись герметиком, то было бы все это намного лучше, нежели чем есть сейчас. Или как вот здесь, да. Не доштукатурили. Не хватило. Не доделали. То есть отсюда видно, а отсюда не видно. Ну, так и оставили. Чуть не забыл. Благраждающие конструкции обычные, простые, держатся крепко и смотрятся, в принципе, нормально. Дома позиционируются как комфорт-класс. Но вот не знаю, комфортно ли здесь жить. Как здесь и куда добираться. Вот у меня здесь масса вопросов. И сколько добираться. К примеру, до центра города. Потому что жители говорят, что до центра утром можно ехать полтора-два часа. Вот здесь уже хуже отмыли. А здесь еще лучше видно, что здесь вообще почему-то не мыли. То есть как-то странно. Где-то помыли лисичные марши, где-то нет. Из-за того, что система допуска стоит не в самом входе в двери, а вот здесь, вот видите, смотрите. Ее, конечно, все начинают постепенно выламывать. О, уже дети со взрослыми слепили снеговиков. Слушайте, смотрится все прикольно. Сама дворовая территория, она достаточно интересная и хорошая. Для той стоимости, которая есть сейчас у жилого комплекса. Так, на фасаде мы видим, так как это у нас панель, мы видим отвод конденсата, минимальные швы, швы зачеканенные мастикой. Достаточно ровненько. Ох, как облака-то плывут быстро. Классная эффективность ТБ. Вот здесь, кстати, можно видеть этот французский балкон. Такой, конечно, сантиметров, наверное, 20 выступает. Но, кстати, друзья, сами оцените дворовое пространство этого жилого комплекса. По пятибалльной шкале 5 отлично, а один очень плохо. Сам фасад здания это монолитные трехслойные панели. Лицевая часть бетон, утеплитель базальтовый и снова бетон. И вопрос, вот хотелось бы посмотреть, как это все между собой крепится. Потому что по аналогичной технологии возводят дома Юит, возводят Банава. Но там с этим понятно, то как крепит. Я, например, к примеру, не... Мне не нравится, когда идут сварные швы. Потому что сварка это в любом случае будет рано или поздно коррозия. Банава, к примеру, сварку не применяет. У них своя скандинавская технология. А Юит уже давно применяет сварку на закладных. Это, кстати, видно в моем обзоре жилого комплекса Айлона и Торма. Обратите внимание, как хорошо проварена закладная. Окрашена специальной краской, чтобы не ржавела. И потом это все зачеканет. И все, это, друзья, на века. У любого строящегося объекта должен быть паспорт объекта. И здесь, видите, не исключение. Начальное и среднего образования школы на 825 мест. Окончание строительства октября 2021 года. Сегодня ноябрь 2021 года. И мы с вами видим, что здесь еще строительные вагончики. Ходят сотрудники, наверное, застройщика. Но не видно, чтобы этот объект был еще, друзья, сдан. Но наличие самой школы это достаточно приятно. Пока все не застроили, очень здорово погулять здесь с собаками. А, друзья, мы с вами на стройплощадке. На моей голове каска. Светоотражающий жилет на спине. Специальными полосками, вернее, светлоотражающими. Сейчас мы постараемся все с вами посмотреть. Пришлось все обойти. Для того, чтобы пройти в этот дом. На первом этаже видны марши, которые сам выливает застройщик. Ох ты, как тут низенько-то. Это тоже бетон. И со второго этажа мы видим, что уже лисичные марши привезены с завода. Мы видим, что дом держится на сварке. Вот они, закладные, зачеканенные. Здесь они были. Здесь были. Зачеканенные хорошо. Вот технологические места. Поднимемся на последний этаж. И посмотрим. Странно, здесь очень тихо. Вот здесь хорошо видны закладные. И видите, на такой элемент все это вварили. Потом должны, по идее, закрасить специальной краской и зачеканить. Перегородки у нас получаются из плиты силикатной, полнотелой, перегородочные. То есть специальный материал. Вот он. Здесь мы видим монолитные перекрытия. Бороды срезаны. Остались подпорки. Верншахта обычная тоже завода. Про шумоизоляцию сразу говорить не стоит. Почему? Потому что по ней очень хорошо, по этой конструкции передаются звуковые эффекты. Материалов для шумоизоляции здесь не видел. И полагаю, его здесь просто нет. Пошли наверх. Какие нет рабочих. Вот как выглядит место под установку электрического щита в ваших будущих квартирах. Страшно даже идти. Ух! Мы с вами на крыше. Посмотрим ее, потом спустимся вниз. Выходы вент-канала. Крановщика что-то не видно. Вот сами панели. Крепления. Закладные. Обварена, соответственно, пластина. И не очень качественно окрашена специальной краской. Соседний дом. Вот выходы вент-канала. Соседние дома. Отсутствие рабочих. Сами плиты завода. Номера. Здесь, соответственно, закладные. Здравствуйте! Вот так выглядит, будет выглядеть, вернее, вот так выглядит будущий межквартирный коридор. Слева-справа мы с вами можем выбрать квартиры. И квартиры выглядят вот так. То есть везде идет у нас монолитные стены, где будут нужны перегородки. Их сделают, соответственно, из специальных блоков. Стены достаточно толстые. Проемы широкие. Но, сами понимаем, когда смонтируют окна, то световой проем станет чуть меньше. Вот он у нас верхний слой. Вот там утеплитель. Здесь у нас есть доска в виде закладной, чтобы можно было прикрепить окна. Окна застройщик применяет, окна века. Мы уже с вами видели в других домах, что они... А фурнитура работает хорошо и качественно. Если у кого-то есть вопросы по работе, напишите по работе окон. Измерим расстояние. Метр семьдесят на метр семьдесят. Получается квадратное окно. Здесь оно такое же, но окно достаточно большое. И, конечно, когда смотришь без стен, то площадь, конечно, просто... Ну, размах колоссальный. В плитах мы видим, что уже есть подрозетники. Там есть канал. Видно, вот идет закладная металлическая, за которую провод будет в дальнейшем вытягивать. Монолитные перекрытия это достаточно здорово, потому что более существенно идет жесткость конструкции. И вот если сюда подойти... Вот здесь, видите, как раз наглядно все видно. Вот они закладные. Их должны были окрасить краской, зачеканить. Как окрашивали, мы уже с вами видим. Понимаешь, конечно, не везде так. Зачеканены между плитами полусухим цементом, для того, чтобы не было трещин. Ну, потом, соответственно, это все шпаклюется и клеится обои. Вот отсюда хорошо видна школа. О, какое небо сегодня красивое. Виден соседний дом. Видна парковка. Зеленая зона. Ну, и, конечно, здесь все-все-все это в дальнейшем застроят. Кстати, давайте мы сразу измерим с вами высоту потолка. Достаточно интересно, сколько в грязном виде. 2,8. В квартире я измерял было 2,7. Ну, значит, здесь будет, наверное, 2,75, мне так кажется. Вот подсчетчики, как устанавливать застройщик. Вот здесь, соответственно, в этой плите у нас уже есть трубы, где будет проложен дальнейшим кабель. И вот эта-то проволока, которая торчит, из-за нее как раз этот кабель вытаскивают. Такая, скажем, некая закладная. Что еще здесь показать, друзья? Ну, в принципе, смотреть-то больше нечего. Здесь можно только что сделать. Это показать вам вид на сам комплекс, который уже построен. Дома смотрятся красиво. Они яркие, современные. Фасад мне лично нравится. Значит, что мне еще здесь понравилось, что уровень подоконника находится на расстоянии от пола всего лишь 80 сантиметров. То есть достаточно низкие световые проемы. И посмотрите, они практически до самого потолка. Это, конечно, меня, например, лично подкупает. Меня вот эти дома еще подкупают. Что здесь монолитные перекрытия. Потому что какой-то из этих домов я смотрел отчет застройщика. Я вижу, что там вместо монолита там идут обычные плиты завода в качестве перекрытий. 16 сантиметров. Квартирные стены, которые выходят как раз на коридор. Которые стены у нас выходят к соседям. А вот саму давайте еще измерим. У меня получилось примерно 40 сантиметров толщина стены с утеплителем. Не знаю, сколько там. 10-15 сантиметров утеплителя. Здесь нигде не видно раздолбанной плиты. Чтобы можно было так посмотреть. Так, все. Пошли вниз. Здесь, в принципе, уже больше делать. Нечего. Если я ошибусь, поправьте меня, друзья. Все фасадные плиты застройщик везет со своего Гатчинского завода. На этом же заводе изготавливаются по заказу застройщиков Юитта и Банавы плиты для их скандинавских домов. Кстати, отсюда до станции метро гостиный двор около 26 километров. О, вот здесь и выход. Вот тут мы безопасно выйдем. Ага, и нам придется тут все обойти. И настройка, кстати, на порядок холодней, нежели чем... Нет, пойдем-ка мы обратно. Непонятно, как тут вообще пройти. Спустился в цоколь. Темно. Сыро. Вот, кстати, видно. Закладные сделали под установку будущих коммуникаций. Ну, это вот так пока все выглядит. Там сыро, темно, не пойду. Пойдем на выход. 13 часов 26 минут. Сейчас уже 27 минут времени. И вижу, как рабочие идут сюда. Ну, соответственно, начнут работать. Вот видим большое количество закладных. А мы с вами, друзья, идем на выход. Надеюсь, вам понравилась стройка. Давайте подытожим. Сам, например, комплекс мне нравится. У него интересное, достаточно планировочное решение. Про качество я понимаю, где кому повезло, какая бригада делала отделку этих квартир. Кто, соответственно, приобрел квартиру в черновой отделке, напишите, как было качество передаваемой вами квартиры. Понятно, что все можно исправить, но все выражается в деньгах. Друзья, обязательно пишите в комментариях, какой вы хотите видеть следующий комплекс в моих роликах. Именно за тот комплекс, за который вы больше напишите ваших комментариев, именно тот комплекс я и покажу в следующем своем видео. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк. Подпишитесь на канал и мой инстаграм. Ну, а я, как обычно, с вами не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok